Я долго думал, о чем сегодня вам рассказать, и решил, наверное, рассказать вам такие основы основ нашего отдела расследований. Наверное, такой исторический момент, с которого можно считать нас состоявшимися, или даже просто существующим отделом. Если помните тот 2013 год, февраль месяц, когда мы опубликовали расследование про Владимира Алексеевича Пехтина. Это депутат Госдумы от Единой России, и тогда он возглавлял комиссию по этике в Государственной Думе. Это прекрасный персонаж, такой позитивный усатый мужичок, может быть, вы его вспомните, может быть, нам покажете его в углу на экране. Но в любом случае, это довольно интересный человек, и мы нашли у него две квартиры в Майами и дом в Майами. Ну, наверное, стоит вообще рассказать про небольшую предысторию, как это вообще получилось. Есть такой человек Андрей Заякин. Он основатель, сооснователь проекта Диссернет, разоблачает чиновников, разоблачает депутатов, разоблачает всех, кто купил свои липовые диссертации и купил свои ученые степени. В далеком 2013 году он пришел к Алексею Навальному и начал фонтанировать идеями. И в какой-то момент ребята из Распила, которым он постоянно какие-то свои идеи высказывал, сказали мне, что, пожалуйста, общайся с ним, он нас уже достал, у него слишком много идей. И в итоге я так стал общаться с Андреем Заякиным. И в один прекрасный момент, спустя пару месяцев после этого, Андрей Заякин нашел, что, оказывается, есть такая штука, как реестры, публичные реестры. Они есть по всему миру, они могут выглядеть по-разному, называться по-разному, но суть их одна. Это общедоступная публичная информация о недвижимости, о компаниях, в некоторых странах даже информация о избирателях и так далее. И что важно, что самое важное, по этим реестрам можно искать. И он просто взял реестр, ну, как такой, взял такой большой стереотип, что русские чиновники покупают недвижимость в Майами. Он просто взял Майамский реестр, взял пофамильно всех депутатов Государственной Думы и начал их пофамильно искать по этому Майамскому реестру. И в какой-то момент он нашел господина Пехтина, на тот момент председателя комиссии по этике Госдумы. И нашел у него не просто какую-то квартиру в Майами, а нашел у него две квартиры и дом. То есть три объекта недвижимости, все это вместе стоило много-много миллионов долларов. И никогда на свою официальную зарплату Пехтин, который значительную, если не большую часть своей жизни, работал либо на госслужбе, либо около госслужбы. И он бы никогда в жизни себе такое купить не позволил, и никогда бы себе в жизни не купил за честные доходы. И тогда, собственно, состоялось наше первое расследование, которое было посвящено недвижимости, иностранной недвижимости, реестрам. И в нем, собственно, впервые был использован весь тот инструментарий, которым мы пользуемся сейчас каждый день буквально. Все наши новые расследования, они так или иначе используют те инструменты, существование которых мы тогда для себя открыли. Мы опубликовали это расследование про Пехтина, и это была просто невероятная бомба. В течение двух дней в топе Твиттера на первом месте висела фамилия Пехтин. Мы такого раньше вообще никогда не видели. И это расследование посмотрели спустя месяц или два после его публикации 300 тысяч человек в блоге на Life Journal. Об этом были сюжеты, блин, Дашь по НТВ. Об этом говорила вообще вся страна. И у этого было 300 тысяч просмотров. Сейчас, конечно, смотря назад, в 2013 год, 300 тысяч просмотров, ну, слушайте, если у нас кто-то на основном YouTube-канале выпустит ролик, он наберет 300 тысяч просмотров, ну, его просто уволят как непригодного. Потому что все наши ролики сейчас смотрят, даже самые проходные ролики смотрят гораздо больше, чем то расследование про Пехтина 2012 года. Это, конечно, очень здорово, то, что мы так по просмотрам, по аудитории выросли. Спасибо большое всем коллегам по фонду борьбы с коррупцией, которые занимаются видеоблогом, видеопродакшеном. И спасибо Алексею, который поверил в видеопродакшен и стал этим заниматься. Вот, поэтому это действительно довольно интересно вспоминать про те события. Ну, наверное, даже здесь не совсем подходит студия под это. Возможно, нам стоило оборудовать студию в виде такой библиотеки с камином и стаканом виски, где бы мы, значит, упоительно, сидя в кресле, об этом рассказывали, про то, как там было в 2013 году, как мы начинали. Но, тем не менее, рассказывать приходится и здесь, но все равно это очень приятно и очень интересно самому про это вспомнить. После того, как мы опубликовали про Пехтина это расследование, Пехтин заявил, что эта квартира не его. Эта квартира, значит, в какой-то... ему пришлось придумать какую-то очень странную форму собственности. Он сказал, что эта квартира не его, но он как-то поручился за сына, который купил эту квартиру, но почему-то это его поручительство отражено в выписке как собственность. Это что-то непонятное. Короче, он сам даже не смог объяснить свою суперидею, согласно которой он не является собственником этой недвижимости. Это было первое наше расследование еще раз по штатам, вообще первое такое расследование большое по недвижимости. И Пехтин был вынужден уйти с Государственной Думы. Он продержался, ну, мне кажется, там пара недель, может быть, месяц после публикации расследования. Он продержался, устоял на своем месте, но потом... ходят разные слухи, почему это произошло. Потом он пришел в Госдуму, встал, значит, к трибуне и, грозя кулачком и крича, мы еще, значит, повоюем с вами, ребята, сложил свои полномочия. Пехтин неоднократно обещал подать в суд на Навального на фонд борьбы... Даже не на фонд борьбы с... нет, был тогда фонд борьбы с коррупцией, нет, я уже точно не помню, но примерно тогда он и создавался. Но он точно обещал подать в суд на Навального. Несколько раз обещал, он даже пресс-конференцию созвал в ТАСЕ или РИА Новостях, согласно которой он подаст в суд на Навального. Он сделал заявление, об этом написали вообще все СМИ, как он подаст в суд на Навального, но вот сегодня какой у нас 29 июня 2017 года. Пехтин до сих пор так в суд на Навального не подал, так до суда и не доехал. Возможно, нам стоило скинцем просто на такси, и он не смог этого сделать. Ну что ж, вторую часть своего маленького кусочка в этой передаче я бы хотел посвятить дроном. Конкретно этому дрону Володе. Вы, наверное, его заметили в самом начале передачи, когда я только начал говорить и задавались вопросом, что это вообще он здесь стоит. Но он как чеховское ружье обязательно выстрелит, и вот, наконец, он стреляет. Я вам хочу рассказать про дроны и про вообще, как у нас вся эта тема с дронами развивалась. После публикации истории про Пехтина мы начали больше разбираться вот в этих историях с недвижимостью. Естественно, у нас в какой-то момент возникло желание, ну, не только разглядывать эту недвижимость с спутниковых карт, которые довольно в погадом качестве на самом деле, но и как-то своими глазами это снять, посмотреть, как это выглядит, чтобы люди тоже могли посмотреть, как выглядит вся эта чиновничная недвижимость. Я тогда пришел к Алексею, сказал, Алексей, дай мне денег, я пойду на советский рынок, куплю дрон и видеокамеру. Алексея пришлось достаточно долго уговаривать, Алексей в итоге выделил 22 или 24 тысячи рублей. Я купил дрон, уже не помню, как он назывался, а, арт-дрон, мне кажется, он назывался, да. Купил дрон, камеру GoPro и двухсторонний скотч, чтобы вот так вот снизу на дрон прикреплять камеру. Мы поехали, нашим первым объектом было имущество Воробьева, Юрия Воробьева, это отец губернатора Московской области, он же друг Сергея Шойгу большой, и буквально за забором от него был сам Сергей Шойгу. Мы снимали эту компашку нашим первым дронам, это было просто ужасно, просто невероятно ужасно. Я попрошу ребят из режиссерской комнаты включить это видео, вот вы можете сами наблюдать. Это наша самая первая, самая, что ни на есть, первая съемка дронам, она очень стыдная, если честно, мне очень стыдно за нее, потому что ветер, все шатается, дрон у нас куда-то улетел, мы его потом еле поймали, но тем не менее мы тогда, это был наш первый шажок по этой дорожке с дронами. Потом у нас, когда мы уже отсняли эти кадры, мы начали строить новый дрон. Мы потратили довольно много денег на него и строили его в течение двух-двух с половиной лет. Когда мы его построили, оказалось, что пока мы его строили, все те функции, которые мы в него изначально заложили, все эти функции уже продаются там в обычном магазине Эльдорадо, МВидио, в интернете, включенном в обычный дрон, который стоит, блин, в три раза дешевле, чем то, что мы собирали. И при этом наш дрон еще через раз падал, к сожалению. Но один раз он сделал все-таки боевой полет, не упал. Вот. Это удивительно, как работает технический прогресс в этой сфере, потому что если ты начинаешь что-то делать сам, закладываешь сюда функции, к тому моменту, когда ты заканчиваешь это строить, это уже все есть на рынке. Это все уже изобрели, протестировали гораздо лучше, чем ты сделал, и это работает все гораздо лучше. Вот это наш третий дрон. Мы его назвали Володя. Сейчас я даже вам попробую его включить. Он вам попикает демонстративно. Вот он попикал. Это DJI Phantom 4 простой, не Pro. Мы его купили год назад, и все съемки, которые вы видели за последний год, может быть, даже чуть больше, там, 13 месяцев, все это сделано на него. Вся вот эта вот 3D-графика, которую мы накладываем на видео, все это тоже снято с его помощью. Это наша сейчас основная такая боевая машина, и, наверное, даже это чуть ли не основные кормилицы фонда борьбы с коррупцией, потому что донейтов, конечно, видео и расследования с кадрами пролетов дрона, донейтов с этого собирается достаточно много. Субтитры создавал DimaTorzok Адекватник спрашивает. Квадрокоптер, Володя, вопросительный знак, 3 закрывающиеся скобки. Да, этот квадрокоптер, правда, этот квадрокоптер называется Володя. Предыдущий тоже, правда, назывался Володя, но так получилось, в общем, что его тоже так зовут. Пехтина мы вообще уволили за квартиру в Майами. Ну да, блин, по факту так и получилось. Мы нашли квартиру в Майами, Пехтин покинул свою должность. Правда, потом, когда власть поняла, что вот эти вот истории с квартирами в Майами, с иностранной недвижимости, это такие многосерийные истории, они уже по-другому стали к этому относиться и начали отмазывать всех этих жуликов. Дроны и ФСО? Отличный вопрос, друзья мои. Нет, нет больших раздолбаев, чем ФСО. Все, что весь вот этот пафос, что, ребята, мы закрыли воздушное пространство, никто, ни одна муха не пролетит, все это вообще полная фигня. Я летал на этом дроне в закрытом горно-туристическом центре Газпрома, где у Медведева дача. Меня пропускали через два КПП, открывали багажник. Чувак на охране, ФСОшник, смотрит, значит, на коробку, на которой написано DJI Phantom. Смотрит, закрывает багажник и говорит, проезжайте. Хотя даже на сайте этого туристического комплекса написано, что нельзя летать дронами без согласования с МВД, ФСО и всеми остальными. Нет вообще никакой сложности летать над дачами чиновников, вообще никакой. В единственном случае может быть проблема, если там сейчас находится охраняемое лицо. Тогда за несколько километров могут быть ФСОшники, которые людей с антеннами будут разгонять. Но мы ни разу с этим не сталкивались, и ни разу у нас не было никаких проблем из-за дронов. Нас никто не задерживал, и все проходило просто шоколадно. Сколько дрона сбили ФСО? Ноль. Жора Модный, он знает слово «инструментарий». Ну, слушайте, не знаю, что можно в слове «инструментарий». Почему Володя Володю так и не снял? Вы знаете, у нас есть мечта, как говорил, уже не помню кто, у нас есть мечта снять дворец Путина в Просковеевке. Но есть проблемы, когда мы его снимем, вы больше вообще ни одно наше видео не посмотрите, потому что там дворец 17 тысяч квадратных метров. Ничего подобного вы вообще в жизни больше от нас не увидите, потому что ничего такого нет. Ну, я уверен, когда-нибудь обязательно это снимем, и Володя или какой-то сын Володи, внук Володи, кто там идет дальше по поколению у них, он обязательно это все заснимет.